Во имя Отца и Сына и Святаго Господь. Завершается Великий пост 2016 года. Остается всего совсем немножко до светлого праздника Христового Воскресения. И надо понимать, что вот эта Страстная Седмица, она стоит совершенно отдельно от основного поста. Это неделя, которая наполнена наиболее важными событиями в жизни Господа нашего Иисуса Христа. И которая как бы концентрирует всю жизнь Господа, который жил на земле, пришел для того, чтобы спасти нас от погибли. И вот накануне этой Страстной Седмицы Церковь вспоминает воскрешение четырехдневного власти. Надо сказать, что через все евангельское повествование мы слышим о том, что Господь часто пребывал в доме святых праведных Марии и Марфы и их брата Лазаря. Мы об этом слышим и о том, как Господь с любовью относится к этому семейству. И не случайно люди называли их друзьями Христовыми. И вот Господу сказали ученики Его, сообщили о том, что Лазарь сильно заболел и лежит при смерти. И Господь еще в течение трех дней путешествовал по Израилю. И затем только сказал своим ученикам, что пора нам идти в Вифанию. В Вифанию небольшое селение, недалеко от Иерусалима. Ученики начали отговаривать Господа. Ты же знаешь, что тебя ищут иудеи для того, чтобы побить камнями. Но Господь был тверд в своем намерении и пришел в Вифанию. К нему навстречу вышли святые праведные сестры Мария и Марха. И Мария с укором говорит Господу, умер уже Лазарь. Умер, и мы его погребли. Но мы очень жаль, что тебя не было в тот момент, когда он болел. Потому что, безусловно, ты бы его исцелил. Вот эти слова упора часто звучат и в наших устах. Часто мы тоже вспоминаем Господа, когда с нами случаются беды, несчастья, болезни. И мы часто возносим Господу это восклицание. Господи, где же ты находишься, когда я вот сейчас нахожусь в таком настроении, в такой беде. У меня кто-то заболел, кто-то при смерти лежит, какие-то несчастья. Кто-то просто пребывает в неправедном состоянии. Другой раз люди мои близкие подвержены пьянству, лжи, воровству и прочим нашим всем земным грехам. И я восклицаю, Господи, где же ты? И вот Господь говорит, я с вами. На самом деле, Господь каждому из нас дает то или иное благодать, то или иное исцеление и спасение. Так же Он говорит и Марии. Не плачь. И действительно, если мы понимаем, что Господь повелитель и жизни, и смерти, то почему же мы так иной раз болезненно относимся к своим болезням и тем более к смерти? Мы ропчим, скорбим. Но, как говорит Дмитрий Сырнов, очень образно и точно говорит, потому что мы все находимся, по большому счету, в болоте своих грехов, своих немощей, своих страстей. И эти страсти доходят нам до самого подбородка. И вот для того, чтобы выйти из этого болота, чтобы выбраться, как-то изменить свою жизнь, мы приходим в движение, и это болото начинает колыхаться, и волна просто захлестывает нас, и мы просто начинаем уже терять воздух. Поэтому порой нам гораздо проще стоять в этом болоте и не шевелиться, но мы боимся выйти из этого болота. И вот Церковь нам напоминает о том, что Господь, который повелевает и жизнью и смертью, каждому из нас дарует жизнь. Из этой истории мы видим не только Божественную сущность Господа, но и Его человеческую сущность. Ведь на самом деле мы часто воспринимаем жизнь Господню, как какое-то пребывание неземного пространства. Мы часто не можем это соотнести к себе. И только вот видя на самом деле ту жизнь, которую Он разделяет с другими людьми, мы начинаем понимать, что Он будет так же близок к Святому Лазарю, как к каждому из нас. Но каждый из нас может сказать, что Он друг Христов. Наверное, нет. Потому что если мы начнем анализировать те действия, которые происходили в надугодии израильском, вот за неделю до воскресения Господня, то мы видим, что сегодня, да, мы радуемся воскресшему Лазарю. И мы действительно приходим в храм для того, чтобы разделить эту радость. И мы сейчас видим, восхищаемся тому, что Господь совершил с Лазарем. И в то же самое время завтра мы будем тоже с вербными ветками, которые символизируют пальмовые ветки, также ждать вошедшего в город Иерусалим, спасителя Господа нашего Иисуса Христа. И так же будем кричать «Оссана Вышник!». Но будем ли мы встречать Господа? Или для нас, все-таки, самое главное, вот эта вербная палочка, которую надо осветить, на которую, безусловно, должна попасть вода, и вот мы понесем ее в свой дом, и считаем, что вот в этом истина христианская. Будем ли мы через три дня кричать «Распни, распни его?», потому что, на самом деле, мы, когда часто видя спасение того или иного человека, начинаем скорбеть из-за того, что я остаюсь на месте, а этот человек подымается. И вот та волна, которая возникает ревности, недоверие, которое возникает в моей душе, она также присутствует в нашей жизни. Будем ли мы три дня скорбеть о распятом Господе? Стоять возле Его креста или уже будем предаваться тому, тем заботам и хлопотам, которые свойственны нашей человеческой натуре? Мы знаем, что приходит Пасха Христова, что ко мне придут родные, близкие, что надо приготовиться, что дом надо привести в порядок, мне надо приготовить какие-то праздничные блюда, и мы забываем о том, что в это время в храме происходят службы, которые как раз-таки олицетворяют нашу веру. Как раз-таки, когда совершается чин погребения Господа нашего Иисуса Христа, когда снятие со Христа, и мы все это в другой раз не можем пережить из-за того, что наши повседневные хлопотные заботы поднимают у нас очень много времени. И вот, встречая светлый праздник Христового Воскресения, мы иной раз в своих заботах, в своем беге, по хлебе насущном, просто-напросто уже остаемся до того усталые, что у нас нету даже вот этого радости пасхальной, нету сил праздновать воскресшего Господа. И вот я хотел бы, чтобы вот в оставшиеся дни до Светлого Христового Воскресения каждый из нас вспоминал события вот этой Страстной Седмицы. Каждый из нас готовил себя к Светлому Христовому Воскресению, чтобы на самом деле, когда мы придем в Христосоваться друг с другом, и на словах «Христос Воскресе!» звучало действительно радостное благовестие воистину Воскресе. Пускай Господь укрепляет на предстоящие дни Великого Поста. И, конечно, хотелось бы пожелать каждому из нас, чтобы вот эти оставшиеся дни мы провели на самом деле так, как надлежит благочестивым христианам. Храни всех Господь! Спасибо Господь! Спасибо!